Вчера, позавчера и годы тому назад, как видите, с 80-х годов прошлого века открыто достаточно много всевозможных возбудителей, о которых мы раньше ничего не знали, может быть, все это было, скорее всего, да. Но сегодня мы имеем возможность идентифицировать те возбудители, о которых сейчас мы с вами будем говорить. Пожалуйста, следующий слайд. Ну, как видите, всего лишь прошло 25 лет, и как открыто много. Как видите, это ВИЧ-инфекция, о которой мы раньше ничего не знали, вирус гепатита С, G, Е, болезнь лайма, боррелиоз, который передается клещами, венесуэльская геморрагическая лихорадка, бразильская геморрагическая лихорадка, дальше. Преоновые инфекции, о которых мы говорим, как о медленных инфекциях, которые имеют колоссальное значение для расшифровки и возможной в дальнейшем помощи пациентам, если мы говорим с вами о таких болезнях, которые вызывают достаточно тяжелые изменения в неврологии. И, по всей видимости, если мы решим эту проблему, то мы сможем этим больным помогать. Хотя все это сложно сегодня, пока. Вирус тяжелого SARS, так называемого SARS, тяжелого острого респираторного синдрома, который дает тяжелейшие проявления с кашлем. Ну, кто у нас, к счастью, этих заболеваний мы не регистрируем. То ли в силу того, что нет возможности финансовой у наших областных властей. Ну, во всяком случае, дифференциации у нас нет. И так далее. Это и вельхиоз, и гранулоцитозный вельхоз человека, и гриб птичий, о котором, который был на слуху. Раньше люди не болели этим заболеванием, а сегодня это все имеет место. Чаще, конечно, это Китай, Вьетнам и так далее. Ну, давайте мы немножечко вспомним, что же такое вообще инфекция. Это состояние живого организма, нас с вами, который заражен такими же живыми микроорганизмами, включая вирусы, бактерии простейшие. Дальше сразу переводите. Ну, а если мы говорим с вами об уже инфекционной болезни, потому что встреча возбудителя с макроорганизмом еще не означает болезнь. Это может быть пройти мимо, может остаться след в виде наличия антитела и так далее, и так далее. Тут много можно говорить на эту тему. Но во всяком случае, когда мы говорим о болезни действительно, тогда, когда этот инфекционный агент вызывает те изменения в состоянии макроорганизма, которые мы можем определить именно как болезнь. То есть со своей клинической картиной, со своими патологическими изменениями внутри всевозможных систем, которые дают нам возможность говорить о заболевании. Конечно, без непосредственных движущих сил этого эпидемического процесса, то есть самой болезни непосредственно, чтобы она возникла, должно пройти определенное количество дней, определенных встреч и взаимодействий, и затем итога как заболевания. Значит, должен быть обязательно источник инфекции, должна быть передана этот источник, должен распространять вокруг себя вирусы, либо бактерии, либо простейшие, и должны быть мы с вами, то есть восприимчивое население, которое при попадании этих возбудителей возникнет болезнь. И, как видите, классификация инфекционных болезней строится именно на механизмах передач. Фекально-оральные – это все возбудители, которые попадают к нам через рот, воздушно-капельные – через дыхательные пути. Трансмиссивный путь передачи – это путь передачи, который при помощи живых насекомых – это вши, это клещи, это комары. Известная вам болезнь такая яркая, как малярия, которая, не думайте, что это что-то такое, оставшееся в прошлом. Сегодня малярия есть, и от нее, к сожалению, погибают европейские расы. Вот, например, у нас в субботу поступил больной капитан, шесть дней провел в домашних условиях, никому ничего не говорил, что он прибыл из Нигерии и не принимал химиопрофилактики, которую нужно было принимать при малярии, и через два часа погиб. Потому что тропическая малярия у европейной расы протекает крайне тяжко. Контактный путь при контакте близком – это вертикальный путь от одного поколения к другому, то есть от матери к плоду. Парентеральный – все, что мы знаем, это кровяные инфекции, передающиеся при помощи шприцов, инструментария, парикмахерских ножниц, кстати, маникюрных, педикюрных и так далее, и так далее. Это все, что касается парентерального пути передачи. О нем мы скажем более подробно чуть ниже. Половой путь передачи и всевозможные множественные пути, потому что, например, герпетическая инфекция передается абсолютно всеми, все восемь типов, которые имеет герпес различных, передается абсолютно всеми известными путями. Ну и, соответственно, по экологическому признаку мы делим все большую эту группу инфекций, делим на антропонозы, когда источник только человек. Антропозоонозы тоже имеют место, антропозоонозы, например, сальмонеллез, когда источники инфекции находятся как у человека, так и у животных. И зоонозы только источники инфекции у животного. Антропозоонозы – это наша окружающая среда. Это кондиционеры, это водоемы, это почва и так далее. Ну, международная классификация по… связанной со спецификой возбудителя. Не будем на этом останавливаться, это так понятно. Пожалуйста, дальше что-то я сказала убрать, его не убрать. Ну и основные механизмы патогенеза. Конечно, возбудитель должен, безусловно, проникнуть в организм. Он должен преодолеть наши… Мы боремся, безусловно. Есть факторы защиты у нас, начиная со слизистой полости рта, слизистая носа. Кожа наша – это тоже защитный фактор. Но возникают все-таки, преодолеваются вот эти защитные барьеры, возникают деструктивные изменения уже в органах и тканях. Обусловленные тем макроорганизмом, который вызывает эти процессы. Нарушаются обменные процессы в органах и тканях макроорганизма. И, конечно, вот эта интоксикация с выделением либо экзотоксина, либо энтотоксина обусловливает всю клиническую картину с нарушениями гомеостаза и гемодинамики. Ну и в послеперенесенной болезни должен сформироваться иммунитет. Хотя не всегда это происходит по самым разнообразным причинам. Ну, методы диагностики самые разнообразные. Конечно, мы основываемся прежде всего на опросе больного, на его внешнем виде и на том, о чем он рассказывает, как было развитие болезни. То есть анамнез заболевания. И, безусловно, нам помогают методы диагностики. Это и бактериологические с выделениями возбудителей на определенных питательных средах. Это и прямая бактериоскопия, которая нам помогает быстро поставить, потому что методы диагностики посева культур должно пройти определенное количество времени для того, чтобы высеялась та или иная культура. У каждого возбудителя это по-разному. Поэтому существуют вспомогательные методы исследования. Это прямая бактериоскопия, когда мы при подозрении на дифтерию можем уже через полчаса получить ответ и отдифференцировать. Это толстая капля крови и мазок крови, когда мы можем увидеть как малярийный плазмодиум, так же можем увидеть и менингокок до начала лечения при осмотре толстой капли после окрашивания. Ну а те исследования, которые нам не помогают, мы можем определить при помощи биологических методов при использовании мышек, крыс, свинок, что, собственно говоря, и делают наши ученые. У нас, к сожалению, такой возможности нет, потому что в больнице нашей инфекционной уже давно вивариума нет. Из-за специфики финансовой, да, мы это все хорошо знаем. Ну и вспомогательный метод наличия антител после перенесенной любой инфекции. Дальше, пожалуйста. Ну, давайте остановимся более подробно на инфекциях, с которыми вы можете встречаться в своей практической деятельности. Ну, брюшной тиф, паратиф – это не мертвая инфекция, это та инфекция, вы, наверное, помните, у нас в Одессе была не так давно вспышка брюшного тифа. И, конечно, нам всегда надо знать, что же нам делать, когда нам бояться этого пациента, когда нам не бояться и что нам делать в этой ситуации. Ну, опасность для окружающих, как видите, начинается с 4-5 дня от начала клинических проявлений. В инкубационном периоде, как правило, опасности никакой для пациентов, для будущих пациентов нет. А вот что касается начала клинических проявлений, 4-5 день и наибольшая степень уже на 2-3 недели, почему это наибольшая степень? Да потому что по патогенезу мы знаем, что возбудитель начинает выделяться с калом, с мочой и может обсеменять все вокруг себя. И, как видите, возбудитель выделяется с калом, мочой, потом, грудным молоком. И в начале клинических проявлений он может выделяться даже в мазке из носоглотки. Дальше, пожалуйста. Дальше, возбудитель сальмонелла тифи, как видите, на белье может жить от 14 до 80 дней, в эксакрементах от 30 до 50, в проточной воде, водопроводной до 4 месяцев, в грунте и так далее, и так далее. Кроме того, он в пищевых продуктах может не только сохраняться, но и размножаться, как в питательной среде. Особенно это молоко, мясной фарш, бульон, холодец, салат и винегреты. То есть вы должны понимать, какие меры безопасности нужно предпринимать для того, чтобы не было распространения инфекции. Дальше, пожалуйста. Механизм передачи только фекально-оральный путь. Факторы передачи, мы знаем, что это вода с фекальным загрязнением, это пищевые продукты, которые хранились с нарушением санитарного режима, технических норм. И промежуточные факторы могут быть, это грунт, посуда при близком контакте, бытовые вещи, учитывая то, что возбудитель может сохраняться на предметах в квартире. Сезонный подъем, мы знаем с вами, связан с летне-осенними купаниями в открытых водоемах, активизируется пищевой путь передачи, связанный с загрязнениями овощей, фруктов, мушиный фактор нельзя исключать. Но у нас ежегодно встречаются завозные случаи брюшного тифа, чаще всего это сентябрь, когда начинают возвращаться студенты из Индии, которые учатся в вузах Одессы. И в связи с возникновением клиентов, они приехали в инкубационном периоде, который длится 21 день, и уже клиническая симптоматика начала развиваться непосредственно в Одессе. Что же необходимо делать для того, чтобы не было вспышек подъемов заболеваемости брюшным типом? Конечно, прежде всего, обеспечение населения качественной водой. Контроль пищевых продуктов, которые мы покупаем на рынке, это все-таки производится этот контроль. Что касается торговли вокруг рынков, то здесь уже большой вопрос. Конечно, обязательная госпитализация больного, прежде всего, когда выявили больного. Все лихорадищие больные должны наблюдаться поликлиникой, и прежде всего это вы. Ваше звено, начальное звено, когда вы можете прийти и посетить пациента на дому, и выяснить, если больной лихорадит, то, наверное, здесь нужно подозревать многие, конечно, болезни, но не исключайте того, что это может быть и брюшной тип. Составляется список контактных лиц, потому что они все должны быть обследованы. В очаге проводится до госпитализации больного текущая дезинфекция. После госпитализации больного производится заключительная дезинфекция. Уже силами СЭС района не позднее 6 часов в городе, в сельской местности не позднее 12 часов производится заключительная дезинфекция. Растворы здесь указаны. Обследование всех контактных лиц. Что значит обследование? Не смотрим друг на друга в глаза, а обязательно термометрия два раза в день, фиксация в опросном листе, однократный посев кала при помощи, посев кала, извините, у контактных лиц и реакция пассивной гемаглюцинации на поиск антител, если была перенесена болезнь в легкой скрытой форме. Такое тоже бывает. Ну и экстренная профилактика. Здесь мы никакой вакцину не имеем права применять, если больные уже были в контакте, а если, извините, контактные лица уже были с больным в контакте. Но бактериофаги мы можем использовать и антибиотики, которые могут предупредить и развитие носительства в том числе. Следующий слайп, это же, пожалуйста. Да, следующий. А, ага, это еще один, хорошо. Так, как же мы обследуем? Значит, тоже, вот видите, одно из предупредительных таких мер. Все лица, которые лихорадят длительно, мы, конечно, обязаны их обследовать на посев крови, на гемокультуру. Посев крови, называется это исследование гемокультура. Посев крови на желчный бульон в соотношении 1 к 10. Обязательно бактериологическое исследование на сальмонеллез, если имеется поражение желчевыводящих путей, обследование сточных вод города, воды открытых водоемов, источников водоснабжения. И, конечно же, постоянный бак-контроль, который осуществляется из водопроводной воды. Безусловно, анализ аварий, потом с последующей чисткой и обязательным контролем. И постоянный контроль, включая бактериологический, за сангигиеническим состоянием всех молокозаводов. Ну, дизентерия, мы с вами знаем, что это одно из тяжелейших диарейных заболеваний, которое поражает в основном подъемы заболеваниям летом, но и регистрируется круглогодично. Чаще всего фактор передачи – это молоко, молочные продукты. Кто любит пробовать на рынках или вокруг рынков непроверенные продукты, творог, брынза, которая никак не обрабатывается, да, не кипятится молоко, все это делается из сырого молока, поэтому, конечно, возможность возникновения заболеваний, к сожалению, остается. Безусловно, мы должны госпитализировать больных с тяжелой клиникой Шигелеза и также по эпид-показаниям, что это значит эпид-показания, это обязательная госпитализация лиц из декретированного контингента. Мы с вами знаем, кто это такие. Это лица, которые работают в ресторанах, поварами, это также медицинские работники, это нянечки, лица, которые находятся в контакте, это развозчики пищевых продуктов, которые выполняют роль и шофера, и грузчика, и так далее, и так далее. То есть санитарные книжки, которые необходимы у работников, которые торгуют на всех рынках города, все это декретированное население. Но мы должны еще знать, как избавляться, если, допустим, выявляется такой больной, что необходимо делать. Как видите, при нагревании Шигелы быстро погибает температура всего 60 градусов Цельсия в течение 10 минут, и при кипячении погибает мгновенно. Губительно действуют дезинфектанты в обычных концентрациях, это растворы хлоромилы, хлорной извести. Вы помните, что раньше в каждой поликлинике были вывешены сан-бюллетени, где писалось, что дизентерия – это болезнь грязных рук. Но ничего не изменилось с тех пор, все осталось так же, плюс еще добавляются, конечно, и пищевые продукты. Источник инфекции – это больной либо носитель. Выделение Шигелеза скалом начинается сразу с клиническими проявлениями и продолжается в течение 7-10 дней. Это если лечить, а в стадии реконволюсенции, если человек нелеченый, либо плохо поддающийся терапии, может продолжаться в течение 2-3 недель. Механизм передачи – пищевой, водный, контактно-бытовой путь и регистрируется в течение всего года, как я уже говорила, сезонно связан с летним временем года подъемом заболеваемости, связан, конечно, с нарушениями ПИД-режима. Ну, какая же работа в очаге, потому что вы будете этим заниматься, что же необходимо делать? Ну, как я уже говорила, госпитализация – тяжелые формы по приказу. За лицами, которые общались с больными, особенно это касается детские, дошкольные учреждения, наблюдается 7 дней, устанавливается медицинское наблюдение для выявления повторных случаев в очаге. Конечно, опрашиваем контактных лиц, как работает кишечник, термометрия и, конечно, пальпация кишечника. Что она нам дает? Мы должны знать, что при дизентерии спазмируется сигма, там происходит воспалительный процесс, и можно ее пропальпировать в виде болезненного тяжа слева от пупка в виде карандаша, в виде иногда колбаса, как описывается. Ну, твердый тяж болезненный, тут ничего нового я для вас не скажу. Затем санитарно-гигиенические мероприятия необходимо проводить от защиты пищи и воды, от фекальных загрязнений, текущая дезинфекция до госпитализации и заключительная после госпитализации. Конечно, у контактных лиц необходимо проводить серологическую диагностику для того, чтобы выявить стертые формы заболевания, либо перенесенные раньше, и это, может быть, вообще явился первоисточником, хотя у него, у этого пациента уже не выделяется возбудитель во внешнюю среду, но свое дело он уже сделал тогда, когда были клинические проявления. Выписка не раньше третьего дня от клинического выздоровления, обязательно два дня перерыва мы делаем после пятидневного курса терапии и затем контрольное исследование. Диспансеризация дезинферии ведется только с хронической дезинферии и у декретированного контингента до трех месяцев с контрольными исследованиями. Табель стула заводится в дошкольных учреждениях обязательно. Сальмонеллез, мы знаем с вами, что это тяжелое заболевание, которое поражает тонкий отдел кишечника. И тяжелый он бывает именно тогда, когда пациент теряет большое количество жидкости, здесь может быть до обезвоживания четвертой степени по классификации Покровского Валентина Ивановича. И генерализованные формы, когда больные длительно лихорадят, и мы их выявляем при помощи посева крови на желчный бульон. Дальше, пожалуйста. Возбудители рода Сальмонелла, которые выдерживают достаточно высокую температуру. Вот смотрите, они погибают только начиная с 70 градусов Цельсия. То есть, если вы прогреваете накануне приготовленные котлеты из зараженного фарша, только прогреваете без более высоких температур, чем 70 градусов, то размножившаяся Сальмонелла там за сутки накануне, она может заразить достаточно выраженные будут клинические проявления. Может выживать в замороженной почве, в овощах, в мясе. Они резистентны Сальмонеллой к высушиванию, сохраняются в сухом навозе до полугода. А мы знаем с вами, что навоз очень хорошо плюет птица и разносит эту Сальмонеллу где хотите, на дальние расстояния. Хорошо сохраняется в масле, сыре, хлебе и размножается там же. Источник Сальмонеллоза, мы говорили уже, что это антропозоонозная инфекция, поэтому источник не только в организме человека, но и, как видите, в крупном рогатом скоте, у свиней, домашний водоплавающий, куры, индюки, утки, гуси, люди с остертым легким течением болезни носителей. И возбудитель может выделяться в окружающую среду с мочой, скалом и с молоком. Инфицирование, как видите, элементарным путем почти 100%, 96-98% и контактно-бытовым путем. Учтите, в быту чаще всего, если не соблюдается в семье гигиенический режим, разделочные доски, которые используются для готовой продукции, и после этого разделывается, вернее, разделывается мясо, а потом разделывается колбаса, режется на этой же доске, то вполне могут передаваться возбудитель таким образом. То есть игрушки, полотенца, общие горшки, руки медперсонала, матерей, если они не вымыты как следует, все это может служить факторами передачи. Ну, как видите, не только яйца, когда мы с вами говорим, запрещаем, яйца глазунью в общепите может передавать, да, вот смотрите, 12%, а зараженность мяса и мясных изделий 68%, рыбы 26%, и инфицирование мяса может осуществляться как при жизни животных, так и во время забоя, транспортировки. Но учтите, что сальмонолиоз относится еще и к внутрибольничным инфекциям. При заражении эндоскопов, которые не обрабатываются как следует, ну что обрабатывать будете не доктора обрабатывают эндоскопы, катетеры и так далее, обрабатывают в лучшем случае медсестры, а в худшем санитарки. А следить за этим должны ведущая медсестра, которая должна возле каждого обрабатываемого места, где это все происходит, обработка всех этих механизмов, которые участвуют в исследованиях пациентов, должна обязательно иметь перед глазами медсестры напечатанные, вывешенные, как обрабатывать, сколько выдержки и так далее, и так далее, чтобы можно было спросить. Потому что сегодня санэпидслужба, к сожалению, работает в силу, опять-таки, не своей вины, будем уже так говорить, как оно есть, не проверяет достаточно, как положено. Мы говорим с вами, напоминаю, о путях передачи, пероральные, вот в частности, вирусные гепатиты А и Е, от бактериальных инфекций мы переходим к вирусным инфекциям, вирусные антропонозные заболевания с фекально-оральным механизмом передачи, которые проявляются в виде поражения печени и симптомами интоксикации. Ну ничего, вернитесь. Ну, вирус гепатита А, мы с вами знаем, что он достаточно устойчив даже к воздушным массам, например, на предметах окружающей среды в квартире. Если контаминация произошла, то на предметах обихода, на книгах, на постельном белье он может сохраняться, вирус гепатита А, в течение двух недель. Поэтому мы с вами должны понимать, как обрабатывать и что обрабатывать, для того, чтобы вирус все-таки погиб и не распространялся. Как видите, при 60 градусах Цельсия, это 10-12 часов, с частичной инактивацией, а полная потеря инфекциозности достигается при помощи кипячения в течение пяти минут. Даже автоклавирование, прокаливание, как видите, 180 градусов нужен час, хлорамин убивает вирус в течение 30 минут. Полная инактивация вируса происходит при использовании хлорной извести, перманганата, калия, ну тоже экспозиция, и достаточная концентрация, как видите, здесь она указана дальше. Источники инфекции. Человек, конечно, в определенные периоды. Ну, во-первых, в инкубационном периоде он тоже опасен для... То есть, когда он совершенно чувствует себя великолепно, никаких жалоб не предъявляет, последние 2-3 дня он начинает выделять возбудитель в окружающих средах. Дальше наступает преджелтушный период. Опять-таки, это обезьяна всех болезней. Еще ни пациент, ни доктор не знает, что он заболел вирусным гепатитом А. Так вот, в этот период тоже происходит активное выделение возбудителя в окружающую среду. И первая неделя желтушного периода также наиболее опасна. Это с клинически ярко выраженными формами. Но, безусловно, самые опасные для окружающих – это безжелтушные и инапарантные формы вирусного гепатита. Но безжелтушные есть все, нет желтухи. А вот что касается инапарантных форм вирусного гепатита, вообще никаких симптомов нет. Ни желтухи, ни жалоб со стороны пациента. И выявляем мы только этих больных тогда, когда мы обследуем в АЧГ контактных лиц. Когда больной чувствует себя прекрасно, а у него трансаминазы повышены. И наличие антихава иммуноглобулина М положительное. И мы с вами понимаем, что этот человек переносит инапарантную форму вирусного гепатита А. Основной механизм передачи – это фекально-оральный. Факторами передачи, как видите, такая же, как и для обычной кишечной инфекции. Это вода, пищевые продукты, предметы быта и, конечно, грязные руки. Подъем заболеваемости наступает в основном осенне-зимний, больше осенью. Осенью заражаются люди в августе-сентябре, а затем подъем заболеваемости приходится на октябрь-ноябрь. Потому что длительность инкубационного периода в среднем может и быть очень короткой. Две недели минимально, но и полтора месяца в конечном итоге. Источники инфекции – это, конечно, воздействие на источники инфекции. Что это значит? Чем раньше мы выявим больного, тем меньше будет с ним людей контактировать. Контактные лица обязательно должны быть обследованы. Наблюдение за ними, измерение температуры, опрос. И вот наблюдение, посмотрите внимательно, 35 дней за очагом. То есть, что значит наблюдение? Значит, в группу, где были случаи с вирусным гепатитом, а если это касается дошкольного учреждения, если это касается школьного учреждения, то, конечно, никаких новых детей в эту группу не принимается, и группа должна быть на карантине. Лабораторное обследование всех контактных лиц, как видите, что включает сюда, это печеночные пробы, билирубин, трансаминазы, желчные пигменты в моче и антихав иммуноглобулин М, острые антитела, которые фактически появляются рано с 3-4 недели от начала заболевания и могут держаться в течение полугода. Затем появляется G-антитела, ну, G даже раньше появляется. Текущая заключительная дезинфекция с использованием, как видите, хлорсодержащих растворов. Ну, камерная дезинфекция используется тогда, когда нужно обработать там подушки, те предметы, которые, допустим, кипятить нельзя и нельзя хлорсодержащие препараты использовать, да. Диспансеризация в КИЗе после перенесенного заболевания 6 месяцев. И вы должны знать, что существует специфическая профилактика. Вакцина Хаврикс для предсезонной профилактики гепатита А в организованных коллективах. Также, если уже был контакт, то по эпид-показаниям проводится экстренная профилактика иммуноглобулином, который вводится в очагах инфекции детям от года до 14 лет, беременным, которые общались с больными, но, конечно, сразу в первые 7-10 дней болезни. Что такое иммуноглобулин? Это готовые антитела, которые помогут больному быстрее справиться с болезнью. Ну, детям дошкольного возраста вводят 0,75 мл, ученикам младших классов 1,5 и от 10 лет 3 мл. Повторное введение через 2 месяца. Е-гепатит очень схож по эпидемиологии с А-гепатитом. Источник инфекции такой же. Распространение, к счастью, у нас нет своего, только завозной гепатит Е. Либо человек, который заразился в жарких странах, это Туркмения, ну и Япония и так далее, и так далее, привозят к нам этот гепатит. В распространении принимают участие и грызуны. Как видите, туркестанские крысы, домашние лесные мыши, свиньи, ягнята. Из Японии было сообщение в литературе о заболевании гепатитом Е при употреблении сырой печени оленя, недостаточно прожаренное мясо и сырую печень свиней. Механизм заражения фекально-оральный. Конечно, основной путь передачи это водные факторы, вода, овощи, фрукты, которые недостаточно термически обработаны. Также морепродукты. Характер взрывной вспышки регистрируется. Спорадические случаи редко, но преимущественно болеют лица молодого возраста, точно так же, как и при агепатите. Низкая семейная очаговость по сравнению с агепатитом. Сезонность связана с периодом муссонных дождей. Высокая смертность наблюдается у беременных женщин. Особенно в третьем триместре беременности и детей в неонатальном периоде. Наблюдение за очагом 45 дней, в отличие от агепатита, когда мы наблюдаем 35 дней. Ну, хотелось бы еще сказать и о ВИЧ-инфекции. Это чистый антропонос. Источник переносчик инфекции это больной спидом ВИЧ-инфицированный. Абсолютно во все периоды болезни и носительства. Обнаруживается во всех биологических жидкостях это кровь, лимфа, слюна, молоко, сперма, вагинальный секрет. Во внешней среде при высушивании лимфоидных клеток вирусная активность исчезает в течение нескольких суток. В жидкой среде при температуре 23-27 градусов вирус может сохраняться в течение 15 дней. В крови, когда мы переливаем кровь, и немая есть немой период, когда не определяется. Вирус переживать может годы, в замороженной сыворотке активность сохраняется до 10 лет. Но вирус, к счастью, быстро гибнет при использовании дезинфицирующих средств, ультрафиолетового облучения. При нагревании выше 56 градусов, может быть кто-то из вас помнит, что в самом начале, когда проводили эксперименты, пытались найти препараты, до сих пор пытаются, более совершенные препараты. Но даже кто-то предлагал подогревать пациентов выше 56 градусов, может быть вы помните, для того, чтобы пациенты избавлялись от этой болезни. Да, но теряет активность, как видите, через 30 минут при температуре выше 56 градусов. Вирус гепатита B. Очень важно для медсестер это знать. К счастью, уже снижение вируса гепатита B достаточно существенно. И мы, конечно, связываем это с тем, что сегодня существуют профилактические средства, которые начинают вводить детям от рождения сразу. Входит в календарь прививок вакцинации от B-гепатита. Но мы должны знать еще, что, как видите, при комнатной температуре этот вирус сохраняется в течение 3 месяцев. В холодильнике 6 месяцев. В высушенной плазме и замороженном виде годами. Инактивация вируса в 1-2% растворе 2 часа экспозиции должно быть. В 1,5% растворе формали на 7 суток. При автоклавировании через 45 минут. А стерилизация сухим жаром 2 часа при температуре 160 градусов. То есть достаточно устойчивый к температурным режимам вирус и к дезинфицирующим средствам. Но мы знаем с вами, что источники инфекции это больные. Как манифестные, так и латентные формы. Но манифестные, конечно, яркие. Никто не будет переливать от больного яркой формой вирусного гепатита B здоровому человеку кровь. Мы это все понимаем. Поэтому наиболее опасные в этой ситуации, как источники, это латентные формы острого или хронического гепатита B. Конечно, основной механизм передачи парентеральный. Вертикальный от матери к ребенку. Внутриутробно. И в родах также перинатальный путь передачи. И половой. Внутрисемейный путь передачи сколько угодно. Гораздо чаще, чем С-гепатит. Теперь хотелось бы заострить еще вот на чем внимание. B и С-гепатиты передаются одинаково, в принципе. Половой путь при С-гепатите меньше. Сперма выделяет и B и С-гепатит. Мы это должны знать и понимать. Но о чем хочу сказать. Что дети очень часто копируют взрослых. Особенно мальчики. Которые берут папину бритву зараженную. B и С. И начинают себя бриться. То есть безопасность в доме должна соблюдаться неукоснительно. Потому что невидимые капли крови способны заражать этих деток. И внутри семьи полотенца, на котором имеются капли крови, инфицированные после бритья. И этим же полотенцем мацерированные там где-то какие-то порезы на руках. Безусловно, такой кожи без порезов редко можно встретить. Это и свежий маникюр там может быть, мацерация и так далее. То есть вот даже такие невидимые глазу капли могут содержать то количество вируса, которое достаточно для передачи этой инфекции. Но, к счастью, вирус гепатита С более подвержен воздействию температур. Вот уже при 60 градусах в течение 30 минут он погибает. А при кипячении, как видите, через 2 минуты уже его не определяют. Поэтому удивительно, какое количество С гепатитов сегодня есть не только у нас в нашем регионе, но и вообще в мире. И это означает только одно, что нет настороженности и нет нормального обеззараживания инструментов, как положено. Механизм передачи только парентеральный и группы риск, как видите, это рецепиенты крови, наркоманы, пациенты отделения гемодиализа, к сожалению, до сих пор заражаются. И в колоссальном проценте случаев медицинский персонал. Пути передачи ВИЧ-инфекции. Инъекционы – это наркоманы, инструментальный метод, половой, гомогетеросексуальный, как видите, 80% передают. Гемотрансфузионы – это переливание крови, либо его компонентов, если кровь не проверена, либо по жизненным показаниям перелита. Вертикальный транспланцентан от ВИЧ-инфицированной матери к процессе родов при контакте с кровью, выделениями матери через повреждения на коже. Горизонтальный при грудном вскармливании ВИЧ-инфицированной матери, возможно, путь передачи. Ну, транспланцентан – это всем известно. Ну, и профессиональные – это мы с вами, которые порой купаемся в крови наших пациентов, манкируя защитными средствами. Порой смотришь, стоматолог не надевает очки во время работы с персоналом, ой, извините, с пациентами. Доктор не надевает перчатки во время осмотра больного и так далее, и так далее. Это все наблюдаешь ежедневно. Поэтому прошу вас, будьте настороже, помогайте своим докторам, напоминайте им, что они могут заболеть, потому что инфицированность медицинского персонала очень большая. Вы даже себе не представляете этой статистики. Ну, существует, я вот специально вам даю напоминание о том, что иммунопрофилактика есть от гепатита А. Она не входит в календарь прививок, но люди, которые могут купить вакцину, должны это делать, особенно обезопасить детей. Не нужна лишняя болезнь, хотя считается, что некоторыми учеными, что вирусный гепатит А проходит как насморк, но должна вам сказать, что в последнее время мы видим А-гепатиты с затяжным течением, с длительной желтухой, с холестазами. То есть это все есть, и поэтому лучше избежать, если возможно избежать. Теперь иммунопрофилактика гепатита B. Тоже вот достаточно всевозможных вакцин, которыми можно пользоваться. Отлично себя показал Энджерикс, работает наш гепатоцентр Энджериксом. И есть она, поэтому использовать можно с хорошим эффектом. Дальше, пожалуйста. Ну, повышенный риск, это касается не только ВИЧ-инфекции, это всех инфекций, которые передаются парантеральным путем. Точно так же, как и ВИЧ, эти все лица, которые здесь указаны, они, конечно, подвержены инфицированию и В, и С гепатитов. Но хочу вам показать ВИЧ как острый, как видите, ретровирусный синдром, когда вот так может начинаться ВИЧ-инфекция. Вы будете вызваны, если больной, как первое звено работы на участке, вы должны распознавать. Дальше, пожалуйста. Вот лимфоденопатия. Посмотрите на этот лимфатический узел. Дальше. Это саркома капоши. Вот такой вид у ВИЧ-позитивных. А вот с ноги может начинать у ВИЧ-негативных. Совсем лица, которые просто со сниженным иммунитетом. Дальше. Ну, микозы, которые как хлопья. Располагаются на слизистых. Здесь уже микоз кожи мы видим. Дальше. Микозы ногтей. Посмотрите, обратите внимание. Это касается не только рук, но на стопах чаще всего микозы мы видим, наблюдаем. Криптококос, гистиоплазмоз. Это все больные с ВИЧ-инфицированными. Вернее, извините, ВИЧ-больные. Ну, какая профилактика может? Это, конечно, защита. Ну, вооружен знаниями, значит, ты защищен. Это известно. Поэтому, конечно, обучать ВИЧ-инфицированных, как жить. Потому что стресс проходит от известия того, что ты заражен, да? ВИЧ-инфекцией. А затем надо как-то жить. Никто в гроб раньше того, как он умрет, не ляжет. Поэтому, что необходимо делать? Как вести себя в обществе? Они должны знать эти лица. Поэтому, ваша задача быть информированными и передавать свои знания пациентам. Ну, какая экстренная? Вот если, положим, произошла эта авария, да? Если человек укололся иглой. Если человек ранился во время оперативного вмешательства. Что делать? Значит, обязательно сообщается главному врачу. Происходит регистрация, что случилось это несчастье, да? Инфицированным материалом, на работе, контаминированным материалом, да? Конечно, необходимо обработать загрязненный участок кожи. Промывается, как правило, водой сначала, проточной. И обрабатывается любым, там, спиртом, чем угодно. Любым дезинфицирующим средством. И параллельно делается химия, профилактика. Обязательно. На протяжении, как можно раньше, с первых, видите, суток, в течение трех дней, как можно раньше. И антиретровирусными препаратами, которые человек должен получить, этот, который инфицировался, или не инфицировался, мы с вами не знаем. Но произошла такая ситуация. Значит, четыре недели должен получать антиретровирусную терапию. На протяжении пяти суток необходимо обследовать потерпевшую на наличии антител КВИЧ. При отрицательном результате вы должны обязательно помнить, что через месяц, через три месяца, через шесть месяцев и двенадцать месяцев, все-таки для установления факта профессионального заражения, необходимо этих больных обследовать. Давать направление необходимо давать. Дальше, пожалуйста. Пятидесятый. О, отлично. Ну, что еще я могу показать еще до вопросов? Я могу сказать, тут один маленький вопрос. Да, пожалуйста. Несколько некоторых студий, которые подключались в самом начале, прослушали, кто докладчик, какую организацию представляет. Сказать, да? Да. И сразу же сообщить, к кому можно обращаться. Ну, пожалуйста. Значит, зовут меня Анна Леонидовна, фамилия моя Роганкова. Я являюсь доцентом кафедры инфекционных болезней. Ну, уже практика у меня 37 лет, острых ситуаций. Мне 61 год. В институт я поступила с третьего захода. Ну, успешно его закончила, и с тех пор практикую, веду пациентов. Ну, и вместе с тем преподаю в нашем медицинском университете. Найти меня можно на кафедре инфекционных болезней. Телефоны, пожалуйста, могу дать, если какая-то консультация, если какие-то вопросы. Не проблема, я всегда приду на помощь. Ну, доктора знают, которые слушают лекции мои, и интерны, и так далее, и так далее. Пожалуйста. Прямой 704-85-66. Он всегда со мной, этот телефон. Еще один телефон. 050-549-88-36. Телефон кафедры 723-52-24. Это телефон стоит в моем кабинете. Вот все. Все телефоны я вам назвала. Спасибо большое. Пожалуйста. И теперь вы хотели, чтобы... Да. Я хотела показать экзантемы. У меня есть слайд, программа по экзантемам. Вернитесь на мою флешку. Так. А, вы мне ее отдали, и вы не снимались. Тогда сейчас я вам дам. Хорошо. Там, если интересует, есть одевание, раздевание противочумного костюма. Пожалуйста. Можете... Если это нужно, я не знаю. Знаете как? Может, учения проходили, и могу показать. Потом могу показать фильм. Интервью перед гибелью пациента от бешенства. Как развивается. Это очень интересный фильм. И, думаю, может быть, это заинтересует. Может быть, давайте с фильма начнем. Больной, пожалуйста. Больной, да. Да, да. Вот это. Можете показать. И... Ой, и где же... Что-то... А ну, в новой папке посмотрите. Там должно быть. Да. И возвращаетесь. Возвращайтесь к флешке. Значит, в новой папке. Да. Вот в этой. Так, так, так. Одевание. Одевание почета. Ну, я не знаю. Ну, можете, кстати, отскенировать. Оно, может быть, вам и нужно. Так. Вот. Экзантем. Экзантем. Да. Так, подождите. Там одевание, но надо еще и раздевание. Снятие. Возьмите и то, и любое. А, ну, пожалуйста. Как первое, тем мы сейчас выберем, что за... Ну, вот, экзантемы надо, наверное, так, чтобы хотя бы видели медсестры, как выглядят эти сыпи, чтобы как-то дифференцировать. Потому что, вы же понимаете, что это вполне возможно, ну, знать, как изолировать, нужно ли изолировать, опасен для окружающих этот пациент или нет. Понимаете? То есть, знания здесь, конечно, здесь, конечно, здесь, конечно, нужны. Так, ну, одевание, раздевание, это вы можете показать. Так, вот, экзантемы. Да, 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 пожалуйста. Так, вот, экзантемы. Есть, она, да? Да, 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 да. Прекрасно. Вот у меня одно не закрутилось. Жду загрузка документа, подождите. Есть у меня. Так, надеюсь, открылось. Ну, все, пошел кашель. А, шо я такое? Биопорокс, местные антисепки. А, биопорокс, да, спасибо. Профессионально, конечно. Просто катастрофа. Да, и там, конечно, смотрите. У него, конечно, характерные привкусы. Вот, что, давайте. Можем продолжить, да? Да, конечно. Так, значит, вот, как видите, розеулы появляются на восьмой день брюшного тифа. На восьмой день можно увидеть на спине, на груди, в виде вот таких. Их нельзя увидеть, там море. Чтобы полностью по всему телу были расположены эти розеулы. Очень мало. Следующий слайд. Ну, пятна, макула. Ну, так выглядят больные, когда много мы видим сыпи. Особенно похоже на коревую сыпь. Как видите, дальше. Папула. Видно вам, что имеется небольшое? Да, очень удачно. Дальше. Ну, как видите, это эритема, но это рожа. Рожа лица. Рожа стопы и голени. Ну, это уже исход рожи, как видите. С пигментацией. Бугорки, которые могут присутствовать. Ну, слава богу, у нас нет этих болезней. Это африканские страны. Дальше. Валдырь, который может быть, как видите, при самых различных тяжелых заболеваниях. Ну, тут справа оспа. Дальше. Пузырьки. Дальше. Ну, пустулы. Это больной с натуральной оспой. К счастью, у нас нет. Ну, вот так выглядит цепь при менингококцемии. При менингококцемии. Ну, язва, как видите, черного цвета. Это сибирская язва. В самом названии болезни антрацис. Да, мы помним с вами. Черная пигментация, которая остается после рожистого воспаления. Чешуйчатое отслоение после псевдотумеркулеза, эрсиниоза. Вы можете увидеть вот такие омоложения кожи. Ну, собственно, все. Ну, и можете показать вот это интервью. Я думаю, что это будет интересно. Вот, вот оно, да. Вопросов новых не возникло? Нет, больше вопросов нет. Все оказались полностью удовлетворяем. Ну, я рада. И Кирия, Игорь Михайлович, и Иванович, и Измаил. Ну, больных оттуда у меня достаточно приезжает. Я занимаюсь не только острыми ситуациями, но и хронически. Вы знаете, что сегодня вся герпетическая группа, особенно Эпштейн-Бара, цитомегаловирус, вирус шестого типа, вариоцелезостр, этот опоясывающий лишай, который может вызывать ветряную оспу и опоясывающий лишай, это сегодня бич пациентов. Бактериальная флора уходит на, немножко на задний план. Сегодня на первое место выходят вирусные инфекции, с которыми очень сложно сегодня справляться, потому что если еще на первый, второй тип герпетической инфекции вирус, то есть ацикловир еще работает, то, к сожалению, на вариоцелезостр, особенно уже когда лица взрослые, перенесшие в детстве ветрянку, болеют опоясывающим лишайом, с поражением нервной ткани, справляться очень сложно. Терапия сложная, длительная. Сейчас у нас эпидсостояние, наверное, тяжелое. Да, 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 очень неблагоприятное. Так что? Ну я смотрю, наши кафедры все-таки молодцы, кафедральные сотрудники, и отделение, приведенный божеский вид, и тепло. Ну стараемся, да. Аудиторию мы сделали, окна поменяли, в общем. Приятно. Ну уже хоть как-то, да. Ну потом я вам должна сказать, что в каждом отделении есть палаты улучшенного качества, с душем, в каждом отделении. Поэтому больные уже не так боятся поступать в инфекционную больницу, как раньше. В всяком случае, много приложили работники каждого отделения. Ну благодаря, собственно, я вам должна сказать, тем взносам больных, которые поступают, они, некоторые платят там, вот благотворительный взнос, сколько могут. Нет никакой, так сказать, таксы, извините. Платят сколько могут. Вот эти деньги собираются, и делаются, улучшаются. Там ремонт, меняются матрасы, белье меняется. Ну покупается новое, качественное. То есть уже такого, знаете, больничного белья затасканного уже в отделениях, ну там крайне редко увидишь. Увидишь. Так, не загрузилось. Нет? Не загрузилось, но я могу запустить напрямую на экран. Ну пожалуйста, да, чтобы люди уже могли. Пациенты посмотрят, по пациентам, да-да-да, обучающиеся. Да. А в хорошем качестве я им уже выставлю в интернете. Хорошо. Экотипиология, больное бешенство, верношки. А вот же вверху больной бешенство. Вот это? Да, 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 да. Посмотрите напрямую с экрана, а в интернете я вам выставлю в полной форме. Ой, а почему звука нет? Сейчас делают звук. Звук. Потом небольшие позывы были ров-роды. Два. И третий, а даже и... Так, пока... Мостин, 10 секунд оставить. Да ничего, я бы помогали. Я не помню. Дышать. 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 Дышать, да? Дышать сейчас трудно. А, значит, скажу, значит, невозможно... Это вчера стала пить, да я тут пил нормально. Ну, это боязнь. Пить, вода не идет. То есть она отпрыгивается. Не воспринимается. Так, как и кита. Так, скажите так. А, Той, вот как все началось все-таки? Что почувствовали? Ну, ну, что-то как. Ну, рука заболела, в носе. Рука какая? Да, ну, да, рука. Мело не связано. Просто у меня рука вот здесь была. Просто не мог я нормально спать. Это была 4-5 на самом деле. Вот, потом поехал на дачу. Вот, и еще на даче так, ну, почувствовал как-то благователка. Тебе это было? Была. Была. А сколько? Ну, я не умеял. Наверное, на 38 было точно. Не меньше. Так, ну, давайте посмотрим. А, ну, да. 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 Вал венок. Вал венок. Ну, да. Вал венок. Ну, да. Ну, в сорок. Ну, в сорок. Какого образом? Вес, в сорок? Да, вот он. Ну, да, да. Все прибежал. Хотел покормить его водолом. Ну, вот он, да, вот я тут тяпнул. Ну, вот шли. Надо в клетчатках. Я залил семян полностью, ну да, где был спирт, йод и призов, не помню, не помню, не буду брать, да, думаю, ну вот, не буду брать. Ну, прошу, если сейчас, вы должны хронически попить, как? Нет, ну, я попробую, чтобы посмотреть через этот полус, я думаю, что нужно. Ну, это же, да. Ну, можно было полу, спасибо. Да, ну, тогда не надо. Ну, дальше вопрос, надеюсь, это будет нехорошо. Понятно, не надо. Торрик, да. Торрик. Так, а вот, скажите, а со слюной как сейчас? Отходит. Ну, отходит. Ну, много слюной, наверное? Средний. А у вас тоже? Ну, он нравится, нет? Тяжелый латается. Ну, латается, но тяжелый. А вы скажите, латается латается латается? А если скажем, сок или талст? Сок или талст? Ну, я думаю, что теплый лучше. Я там пил, ну, талстик был, ну, когда, позавчера. Я пил, ну, теплый талст. Свой талст, да? Ну, а сейчас, значит, воздухом, если вот так и подуть, ну, сразу бы, ну, такой, не знаю, как, вот рефлекс, да, не задается. Вот идет воздух, ну, латается. Что? Вот нет воздуха такого сильного. Ну, и как идет воздух, приток, сразу начинается рефлекс это открывание. Так. Ну-ка, Сюрну, попробуйте сейчас глотить. Проглотил, да? Да. Ну, а вот, ветерком, сами себе подривите, как сейчас. Вот, нет. Тяжело, да? Да, это так, надо так. Тяжело, что, конечно, случилось, того стакана, не только. А если я вам подарю, как-нибудь на фото? Он говорит, ну, мозг идет, спрыгая воздух, и сразу резко. У нас какие-то бутстаканы, бутстаканы. Есть вода, и я там не жарятся. Я говорю, все-таки вот. Поприслое вода. Да. Сейчас, не стоит, да? Да. Что-то это? Поприслое вода. Бывает. Ничего. Чего-то. Сверху, могу показать. Продолжение следует...